Здравствуйте, дорогие друзья! Разрешите вечер в двух отделениях с песнями, воспоминаниями, плясками и переодеваниями, посвященные творчеству моего друга-соратника, соавтора и вообще, всерьез говорю, крупного деятеля культуры второй половины двадцатого и начала двадцать первого века Георгия Васильева считает открытым. Должен вам сказать, что передо мной стоит довольно сложная задача спеть сегодня довольно большое количество песен, которые я в одиночку никогда не пел. Я вообще их в концертах стараюсь не петь, дабы не портить они впечатления. Потому что мы когда-то пели вдвоем, и получалось, я-то переслушал наши записи, когда я длился к этому концерту, получалось, в общем, неплохо, я вам скажу. Пробовал петь в одиночку, получается гораздо хуже. Ну, просто так они сочинялись для двоих. Ну, что-то удалось, что-то нет, что-то там люди помогли. По ходу дела все расскажу. Итак, давайте все, начнем. Сначала, как все начиналось. У меня сегодня очень удачное положение. Дело в том, что мы обычно, когда нас спрашивают, как вы встретились, как вы познакомились там, что происходило, мы обычно наперебой начинаем рассказывать каждое свое. Сегодня я могу говорить все, что захочу. Вот почему я буду говорить правду и только правду. Мы познакомились в 1975 году, когда я, желторотый первокурсник, поступил на географический факультет. Георгий Леонардович в тот момент был уже матерым второкурсником и руководителем агитбригады географического факультета, человеком, который уже твердо и уверенно держал в руках гитару. А я ее еще держал не твердо и не уверенно. В 1975 году осенью произошло событие, когда это было в сентябре 1975 года, произошло событие, которое, в общем, оказало влияние на неокрепшие умы многих тогдашних первокурсников и не только первокурсников. У нас на факультете выступал квинтет Сергея Никитина. Я очень хорошо помню этот день. Это был конец сентября 1975 года. Я смотрю, многих из вас еще, наверное, и тогда и не было на земле. А мы уже слушали, мы с Георгий Леонардовичем сидели и слушали песни Никитина. В один день на меня неокрепший организм. Обрушились Никитин, Ким, Висбор, Дулов, Градницкий, Берковский, Висбор. Вот самое-самое-самое лучшее, что тогда было, и оно и до сих пор остается лучшим в авторской песне. У меня крышу, конечно, снесло. Выступали они в пятером. Сергей Яковлевич, Татьяна Хашимовна, еще с ними пела одна девушка и двое еще юноши. Их было пятеро. Совершенно очевидно было, что авторскую песню можно было петь только в пятером. Мы, конечно же, тут же организовали квинтет, возглавил который, как бы догадывался, «Сладывайтесь, матерый второкурсник Георгий Налович Косинский». Мы довольно много спели этим квинтетом, и у меня очень приятные о нем воспоминания. И надо сказать, что начинали мы совершенно не со своих собственных песен. Мы как-то боялись тогда сочинять. Я так вообще. Мне, кстати, гитару не доверили. Я был как раз тот единственный мальчик, который стоял без гитары. Мне доверили такой большой стручок, какой-то высохший стручок, какой-то экзотической акации, которой мне нужно было в слабую долю хлопать себя по разным частям тела. Стручок был жесткий. У меня после выступления здесь были реальные мозоли. Тебе говорят, пальцы. Не пальцы у меня не уставали. У меня уставали колени. И вот представьте себе, в один прекрасный день, Георгий Леонидович говорит, «Слушай, а что вы, давай сами песню сочиняем?» Я говорю, «Да я уже пробовал, у меня что-то не очень получается». И вот представьте себе, в 1975 году, какое у меня впечатление должно было произвести это событие, когда Георгий взял гитару и спел песню, которую он сочинил сам. И как он выразился, «Уже давно». Расплескалась буря, разыгралась буря, Что есть дури, ну что и дури. Было очень просто ледяня забросить На безлюдный остров, дикий остров. Мне надоел монолог под прибой, Существование мое одиноко. Брошен на день я без надежды, веры и срока. Но где еще на свете может быть такой Общественный порядок и покой? Но где еще на свете может быть такой Общественный порядок и покой? Если со мною случится вида, В мире об этом никто не узнает, Не подойдет он, не пожалеет, не обласкает. Но у меня зато всегда в доставке Солнце, воздух и вода. Но у меня зато всегда в доставке Солнце, воздух и вода. Пару взберет, а я не кричу. Я не из тех, чья надежда на случай. Вечно спокоен, хладнокровен, Жизнь ее научен. Имею твердь земную под ногами, И от добра добра я не ищу. И от добра добра я не ищу. А потом в 76-м году был конкурс Художественной смолительности. Тогда это было очень популярно. Я не знаю, сейчас только КВН, КВН. Тогда я вам должен признаться, что... Ну сейчас я начну приезжать, вспоминать молодые годы, И говорить, как тогда было хорошо. Нам сейчас тоже хорошо. Но тогда было очень хорошо. Мы придумывали какие-то спектакли, Какие-то сценки, какие-то программы. И у нас был конкурс Художественной смолительности Географического факультета. Учились мы на разных потоках. Я заканчивал кафедру физической географии Зарубежных стран, А Георгий Иванович как раз наоборот. Экономической географии Советского Союза. Поэтому мы готовили разные программы. В тот год, в 76-м году, Первый физпоток показал Музыкальную сказку Принцессы на горошине. А Эконом-поток показал Музыку рок-оперу Князь Игорь. Автором, режиссером-обостановщиком, Который был Георгий. Надо сказать, что Проникновение наших, Наши взаимопроникновения В программы друг друга Началось уже тогда, В Принцессе на горошине На первом физпотоке. Приглашенный эконом-географ Георгий Иванович Васильев пел Партию Короля, А в рок-опере Князь Иванович на гитаре Играл приглашенный я. Я должен вам сказать, Что тогда у меня Впервые закралась Такая очень серьезная мысль, Что Что Георгий Иванович Как-то по-особенному Очень сильно талантлив. Потому что, честно говоря, Прошло Уже больше тридцати лет. Да? Страшно сказать. Сорока? Нет, сорока еще не было. Ста! Нет, ста, нет. Сто прошло больше. Больше ста прошло С момента написания стихотворения, На которой Была написана песня, Которую я сейчас спалил. В 1907 году Александр Блок Написал стихотворение В густой траве Которую падешь с головой. Песней на эти стихи Заканчивалась Страшная, эмоциональная, Мощная Рук-опера Князь Игорь. Я, кстати, слышал много Попыток написать Музыку на эти стихи. Более удачной я не слышал. Песня на эти стихи. Более удачной я не слышал. Песня на эти стихи. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я говорю, нет, я кое-что все-таки спою. И спою одну из самых ранних песен, которые мы сочинили вдвоем. Молка моя, стихи Георгия Анатольевна Васильевна. Я бы был изумлен, если б мне вдруг сообщили пять лет назад, Что я, да, не предпочту детектив, магнитопон, телевизор, телефон и вчера недосмотренный сон. Я бы обиды не снес, если б мне вдруг показали пять лет назад мой сегодняшний портрет. Я бы сказал, что прогноз этот сделан не всерьез. И нагрошу реализму в нем нет. Я бы ходил, сам не свой, если бы меня назвали пять лет назад. Я бы ходил, сам не хомором и превзголый, а теперь так же раку. Я люблю, когда броня, я под броня притаю покой. Да, 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 я был убежден в том, что следуем всю жизнь дерзать. Не звергать, нам на полонках созидать, но чтоб свинить до аналитика. Нам не нужно многих лет, их достаточно максимум пять. А потом случилось событие, которое, в общем, на мой взгляд, именно это событие перевернуло нашу тогдашнюю жизнь. Георгий сочинил песню. Песню, которая очень надолго задержалась в нашем репертуаре, и которую я время от времени осмеливаюсь петь в своих концертах по всю пору, несмотря на то, что вдвоем мы пили, честно говоря, лучше. Это песня на стихи выпускницы географического же в культе Московского университета Галины Чмиревой, которая называется «Недоговариваемая фраза». Не договаривая фразы, вдруг благодарно замолчать, Недоговариваемая фраза. Судом друзей не будет встречен наш самый безрассудный шаг. С чужими часто, все не так, закон непонимания вечен, Но даже наш неверный жанр Судом друзей не будет встречен. Мы об одном всю жизнь мечтали Быть поняты и понимать Мучительно в других врастах Снять отчуждение печать Чтоб благодарно замолчать В глазах друзей себя читая На полусловие замолчать На полусловие замолчать В глазах друзей себя читая В труд благодарной замолчать В глазах друзей себя читая Музыка Георгия Васильева Стихи Вагантов В переводе Льва Гинзбурга 1970 Какой-то не очень поздний год Гимн Вагантов Будет ныне учрежден Наш союз вагантов Для людей любых племен Звони талантов Все храбрец ты или трус Улух или гений Принимаются в союз Без ограничений В свечи яркие горят Думают музыканты То свержают свой обряд Вольные ваганты Стены ходят от ходунов Пробки вон из бочек Хорошо залить вино Лакомый кусочек Не прогневайся, Господь Это справедливо Чтобы не маченую плоть Укреплял наива Каждый добрый человек Сказано в уставе Немец, дурак или грек Стать вагантом в праве Признаешь ли ты Христа Это нам не важно Лишь была бы душа чиста Сердце не продажна Буденные учрежден Наш союз аллогантов Для людей любых времен Звание таланта Это все я первый раз пою В концертах Мы обычно в концертах Больше двух-трех песен новых Не включали Сегодня я пою 11 песен Которые я никогда в жизни В концертах не пел Вот еще одна из них Оступилась ладья И фигура нашей битой Вышел сущий конфуз Мой шарфон, мой зыбок А порой наш зевок Вдруг становится комбитом Если он изначально стратегически помог Который знает, что двигает вперед Королев или ферзя И какие контрмеры нам грозят Но того, что неизвестно, знай нельзя Чертых мелодь, застанчерты Орагу не ответят Никому в год веков Ясно видеть не дам Но планируя жизнь На ближайшей историке Очень хочется знать Чем закончится оно Который знает, что двигает вперед Королев или ферзя И какие контрмеры нам грозят Но того, что неизвестно, знай нельзя А как трудно гореть В раз, один, один и третий В этом не были буря, да, но вы мозг Но пока еще нам интересно Все на свете никогда Не беда, не отправят нас на слон Но пока еще нам интересно Все на свете никогда Не беда, не отправят нас на слон Но пока еще нам интересно Все на свете никогда Не беда, не отправят нас на слон Кто рыдает, кто хохочет Кто на кухню к нам тайку Просочиться ветер хочет Притворяясь сквозняком Снег упал на всю округу За окном темным-темным Мы не глядя друг на друга Пьем щекучие вина А вина там год наплакала А цена там дорога Наши вечные заплаты Наши дикие бега Наши дети, наша руга Это было так давно Мы не глядя друг на друга Пьем щекучие вина О взаимных наших болях Рассуждаем мы шутя А во мраке что-то воет Что-то плачет, как дитя То ли время, то ли вьюга Впрочем, это все одно Ведь со мной, моя подруга И шепучие вина То ли время, то ли вьюга Впрочем, это все одно Ведь со мной, моя подруга И шепучие вина Видное дело Стало просто каким-то уже, я даже не знаю Привычным такое разделение Мол, Ивашенко сочинял лирические песни А Василий сочинял такие веселые, бодрые и политические Вы знаете, это правда Но я сегодня обещал говорить всю правду А это не вся правда Вся правда заключается в том, что Ивашенко сочинял лирические песни А Василий сочинял веселые, бодрые, политические и лирические Вот что удивительно Лирических оказалось гораздо больше Я сейчас пою вам несколько песен и вы сами решите, кто какие сириллические песни сочинял. Вообще, я вам хочу сказать, что больше всего Георгий Леонардовичу удавалось сочинение песен на мою музыку и чьи-нибудь стихи. Было несколько таких экспериментов, оба были очень удачны. Один из них я вам сейчас попробую спеть. Стихи Жака Брейля, перевод, по-моему, Мариса Ваксмахера. Мелодию я принес, говорю, смотри, какая есть мелодия. Он так превратил, превратил, превратил его. Сейчас мы из них что-нибудь сделаем. И чуть-чуть ее переначив, сделал такую песню, которую я в концертах ее петь не рискую как-то. Она ушла в прошлое, но в компании ее всегда просят спеть. И, в общем-то, все очень любят эту песню. Не знаю, почему так долго, холодный дождь и почему. Он не рядом и не голод, он и ластится к холму. Не знаю, почему дорога, которой в город я иду, глядит, встревоженная и строга. Кому-то чувствует беду, Увы, я потерял давно. Все рассудительность свою. Мне очевидно лишь одно. Я до сих пор тебя люблю. Не знаю, почему бутвары так безнадежно холодны, И так печально продували в мерцании блекнущей луны. И почему мне ночь сказала, чтоб я скорее шел сюда, На эту площадь, в вокзал, стоять и слушать поезда. Увы, я потерял давно. Все рассудительность свою. Мне очевидно лишь одно. Я до сих пор тебя люблю. Не знаю я, зачем он нужен, Тот поезд в город Амстердам, И в чем должна ты служить, К далеким ехать берегам. И путь куда из Амстердама Назначен будет кораблю. И почему я жду прямо Этот ступ колес терплю. Увы, я потерял давно. Всю рассудительность свою. Мне очевидно лишь одно. Я до сих пор тебя люблю. Я до сих пор тебя люблю. Аплодисменты Погрузить бы в корабли, Затопить бы в океане Все виситые руки, все иены и юани. Этот хлам из разных стран Ни к чему не задарманом, Все сокровища обман. А прожить нельзя обманом, Все сокровища обманом. А прожить нельзя обманом, Все рассыпется в морен. Измельчится при размине Лишь один эквивалент В этом мире не изменен. Только он в потоке дней Абсолютно одинаков, Без портретов королей, Без гербов и водных знаков. Аплодисменты Конвертируешь ты мне Нашу тайную валюту И еще, еще, еще Я ловлю твой взгляд ответный И веду тихонько счет Нашей денежки заветной. Яркий яхант рядом с ней, Будто сажей измазан. Жемчуга угля черней И мутнее луч алмазы. Жемчуга угля черней И мутнее луч алмазы. Погрузить в корабли, Затопить бы в океане Все беседы и рубли, Все и иены и юани. Пусть тащает мой карман, Если рядом ты со мною. Все сокровища обман, И ни что-нибудь иное. Все сокровища обман, И ни что-нибудь иное. Аплодисменты Спасибо большое. Мне кажется, что чуть-чуть грузится гитара. Когда громко, да? Приберите ее немножечко, может по ходу сигнал надо прыгать. Но тише, она бы не должна. Громкие песни. Следующую песню вообще в одиночку петь невозможно. Она написана для двухгитар изначально. Ну я попробую. Этонес. Эй, 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 эй. Эй, эй. 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 Эй, эй. Эй. Поехали. И вы решите сто моих проблем Скажите семь, и я проснусь мгновенно Скажите два, и я пойду поем Ах, какая благодать Самому часов не наблюдать Пусть даже с риском Исход дать Который час, ответьте, не скрывая И если вдруг любви пришла пора Я все одежды тут же посрываю И буду аж до самого утра Ах, какая благодать Самому часов не наблюдать Пусть даже с риском Опоздать Который час, скорее мне сообщите Я на защиту стану как один И, может быть, погибну при защите Ведь час последний неисповедим Ах, какая благодать Самому часов не наблюдать Пусть даже с риском Пострадать Ну что же вы, молчите право слова Ведь ради вас, ведь только ради вас Я тут с тобой стою на все готовый Вы намекните Вы намекните Лишь который час Ах, какая благодать Самому часов не наблюдать Пусть даже с риском Зарыдать Исход дать Пусть даже с риском 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 Вико их любил и пел, и любит и поет до сих пор, видимо, в кругу семьи. Да, кстати, сразу я ходил, тут очень много вопросов поступило перед началом концерта. Будете ли сегодня петь Георгинаш? Не буду. Он сказал, что вообще, он просто петь больше не будет. Ну, ничего страшного в этом нет, ну, как бы, придется мне петь те хорошие песни, которые он сочинил и продолжает сочинять. Вот, что люди. Кстати, и Романсов. Кстати, и Романсы ему особенно удавались. Мой друг вдали от вас кидает людские страсти. Одни все вергают вправо, другим кричат «Браво!». Убийца точит нож, игрок ждет длинной масти, но мне, откроюсь вам, не до дела до того. Мой друг вдали от вас, война нависла тенью и продано любовь. За несколько момент, там всех согнали в хлеб, там голод и светенье, но, господи, прости меня в том нет. А где-то там вдали безумцев пуля жарит, мечтая им меня. Настичь мой смертный час, но дырочку в груди найдет. Она едва ли, покуда я не там, а здесь мой друг при вас. Я вообще честно скажу, я через эту песню Романсов полюбил. И как-то раньше не очень. А вообще мы когда-то увлекались очень рок-н-роллом, и даже у каждого из нас, как выяснилось, впоследствии в школе был... Как выяснилось, у каждого из нас в школе был свой вокальный инструментальный ансамбль. И вообще мы могли бы стать настоящими рок-н-ролльщиками, если бы не обстоятельства. Советства были такие. Дело в том, что мы обнаружили, что рок-н-ролльщики все время на концерты таскают такие огромные-огромные здоровые колонки. А барды такие легкие-легкие гитары таскают. Но я еще с удивлением обнаружил, что барды таскают с собой рюкзаки с лодкой. Ну, для меня это решилось. А дюрли немножко тогда не пил, так и сейчас не пьет. Короче, мы стали бардами. Но любовь к рок-н-роллу осталась у нас навека. Вот я сейчас вам попробую вспомнить один рок-н-роллчик, который вы написали в дни нашей молодости. Вообще, для того, чтобы петь рок-н-ролл, нужно, ну, во-первых, быть гораздо моложе. Во-вторых, волос должны быть больше, они должны быть длиннее и гуще. И, ну, необходимо адски прыгать по сцене и кричать «вау». Поскольку все это уже не по статусу, то я прыгать буду «дзенька». Кричать тихонечко «вау». Ну, эту песню уже на дуэкитаре вообще сыграть невозможно. Поэтому я часть музыки из нее. Говорят, что по сюжету этой песни в Германии снят целый художественный фильм. Полнометражный. Я даже могу себе это представить. Такой арт-хаус должен получиться. Что это? Да. Дело в том, что вообще, когда мне сказали об этом после одного из концертов, я был очень сильно удивлен, потому что представить себе это трудно. А потом я подумал, что тут, наверное, да, наверное, можно развить как-то сюжет этой песни так, что получится. Дело в том, что действие этой песни происходит в течение всего лишь нескольких мгновений, нескольких секунд, в течение которых обычный человек обычным шагом проходит 20 метров. Песня так и называется. Двадцать метров. Еще осталось метров два, я во мне не весь горю. Ох, не смогу я удержаться, возьму и с ней заговорю. Постойте, здрасте, я Петя. Скажу я в грунт тебя, и я Она мне может не ответит А может скажет, Зульфия А может скажет, Зульфия Я от радости умею Еще чего-нибудь скажу И вместе с меня его оляешь Я до рассвета прображу И стрелью первого травая Все станет просто и легко И прошепчу я, замирая Люблю тебя я, Зульку Люблю тебя я, Сурикон От духи полного доверия Мы с ней бы зажили вдвоем И я твердил бы, эх, у гелья А все-таки славно выживет Сидели бы мы у самовара И с калачами пили чай Сынок Лутоня, дочка Клара А также внучка Герчетай А также внучка Герчетай Осталось только поравняться Давайте последние шаги Ну вот и все Прощайте, братцы О, Боже, правый Помоги Глаза острей булатной стали Тоской мне сердце обожгли Ах, как мы славно-то мечтали Прощай, красотка, Натали Прощай, красотка, Натали Прощай, красотка, Натали А к следующей песне народ даже придумал свои слова Слова, правда, очень простые, я сейчас расскажу Вы даже сможете их подпеть Знаете, почему он их придумал? Дело в том, что песня эта сочинялась для двух гитар Там в середине есть такой прогресс Который на одной гитаре сыграть просто можно, конечно Нужно очень хорошо играть А я играю еще не очень Я еще не учусь Но пока я так же, как и народ Пою в этом месте слова, которые народ придумал Слова такие На почках цветочки, за почками лес На дальний глухой полуста ночи На ладе в пилу до рубаночей С утра мы приехали строить навес На дачке Евгений Иванович От дачи, от дачи, и нет у него Купил он участок заброшенный Коплелся с пазиною ножей И вот посреди ворота своего Данит он в телегачечке нож Ах, Евгений Иванович, полосочку Ох, дашки, дерзкая вода Держит левую детскую тузочку Держит правый орудие труда Евгений Иванович, морская душа И дочка его, Маришанечка Душою морскую в пополнечку Расписывает всем, как она хороша Часами урожатся чайничком Но нам не до чаю Мы рвемся скорее Докончить навес прилипочками Не полить беда с электричками Ведь спать как хозяин без стены дверей На голой земле без привычки мы Залезая тут в спальничек спарим Каждый вечер себе говорят А ничего перечерпит небо Ему будет греться пока изнутря Корежет и гнет небо ради кули Прохладною майскую ночью Но стоит и стоит он прочненько А дачи все нет, а мотор прохли Плевать не свежие, а доченьки Я знаю, дача Бурка Я знаю, садут свесть Способны наши люди Не спать, не пить, не есть Таскать кирпич под мышкой Век путаться в долгах Чтоб свить гнездо детишкам Учебно Долбая по пальцам Торопит землый Хозяйство Евгений Иванович Навесом укрытия Помолочу Чтоб больше Евгений Иванович Не оборачивать Плевкою ночью Я еще вам хочу Один способ рассказать О котором Георгий Иванович Стихи, очень удачные песни сочинял Это был метод Ампутации Он брал песню И отсекал от нее все лишнее Однажды я решил сочинить Большое, крупное художественное произведение Из 12 куплетов Как водится О взаимных отношениях Мужчины И как вы догадались Женщины Но не удалось Продвинуться дальше Первого куплета Потому что Когда я начал это петь Георгий Иванович Он возмущенно закричал Все, стоп Вот здесь Эта песня должна кончиться И закончиться она должна Вот такой вот строчкой Вот что получилось На нашем корабле Без капитана Без паруса, без днища и бортов В любые неизведанные страны Я хоть сейчас отправиться готов Лишь только б ты меня не покидала Лишь только б не кончалось волшебство Лишь только б ты стояла У штурвала Не трогая руками Ничего Несколько месяцев назад Очень интересная произошла история В завершении первого отделения Позволю себе Сделать то, чего мы никогда не делали В своей жизни Мы никогда в своей жизни Не использовали в своих концертах Каких-либо предварительно сделанных Записей В народе именуемых монограммами Но сейчас я позволю себе это сделать И вот почему Дело в том, что Несколько месяцев назад Мне Принесли практически на блюдчике С голубой коленочкой Очень интересный продукт Диск Наших с Георгием песен Он полностью весь записан Он аранжирован очень хорошими Аранжировщиками И С играми прекрасными Консерваторскими музыкантами Это В нем не хватает только наших голосов Или чьих-нибудь еще Я еще не знаю Чьих продукт практически готов Там 18 песен В этом диске Некоторые из них Некоторые аранжировки Мне так нравятся Что я решил Сегодня их Попробовать Всполнить При том, что люди Которые занимаются Которые это делали Они не имеют прямого Отношения к музыке Они вообще занимаются Не музыкой А вообще даже Вовсе даже и нефтью Но учились в университете Приблизительно в одно время С нами И как-то так очень хорошо Знают Наше Творчество Они на свой вкус Выбрали Эти песни Полностью Спродюсировали Всю эту запись Рассказали музыкантам Как должны звучать Эти песни И сейчас я попробую Отнестись к этому Соответственно Я вам клянусь Я это делаю Первый раз в жизни Я это не на концерте Никогда этого Не делал Я прямо волнуюсь На безжизненных восстанах И в присутственных местах В долгих пробках и задорах В суматошных поездах И когда лечу по небу И когда иду ко дну Я все время вспоминаю Неотвязчивость токну Ту завершенную квартиру Под названием Своя Тот смешной Кусочек мира Где живет Моя семья Тот смешной Кусочек мира Где живет Моя семья Я мечтаю Оторваться От работы и людей От безумных демонстраций И министерых затей Каждый раз Когда погода Начинает растражать Я мечтаю отраваться И в припрыжку Убежать В туалет Где живет Постоянство Где житейские моря В том любви Дого пространства Где живет Моя Семья В том любви Дого пространства Где живет Моя Семья И я бегу от сихий стуль и от жёлтых морей, От всего, что там снаружи навалило у дверей, От дурацких ритуалов и от вычёрных одежд, От позорных поражений и не забывшихся надежд. Уголок тот сокровенный, где волшебные края, Тот родной конец вселенной, где живёт моя семья. Тот родной конец вселенной, где живёт моя семья. И пускают меня судьбою, загоняют в крылью, И я найду всегда без субоя траекторию свою, По которой, погибая в императные города, Я сумею возвратиться непосредственно сюда, На зелёный этот остров, где там был. Спасаюсь я, где всё просто и непросто, Где живёт моя семья. Где всё просто и непросто, Где живёт моя семья. Спасибо большое. Я хочу вам сказать, что я поступил в университет в 75-м году, И вот эти годы, конец второй половины 70-х годов, Это был действительно такой всплеск искусств и культуры в ТК МГУ. Это была одна из лучших концертов площадок в Москве. Там выступали лучшие музыканты, лучшие певцы, лучшие артисты. Помимо студенческих концертов, Там были замечательные филармонические концерты, Туда приезжали лучшие театры, Там выступали и лучшие певцы, и лучшие музыканты. Вот однажды, это было чуть-чуть до моего появления в университете, Года за два, за три, был год 72-й, по-моему, Мне рассказали друзья, которые там работали у нас, Наш один товарищ работал там микрофонщиком в ТК, Рассказал интересную историю. В ТК проходил невероятный совершенно филармонический концерт. Лучшие музыканты Москвы, Ростропович там выступал, Галина Вишневская там пела, Были какие-то невероятные струнные виртуозы. Я не знаю, меня не было там. Это рассказы. Все в черных фраках, в одеждах. Билетов было не достать. И на этот концерт пригласили конферансье из Москонцерта. И он приехал вести концерт. Ну так сложилось. Три бодан пьяный, на ногах не стоял. Не понимает, где верт, где низ. Что ж с ним делать-то? Там шухер целый. Он говорит, мил человек, ты выйди, пожалуйста, Объяви первого выступающего. Первого объяви. А дальше мы сейчас... Договоримся, кто за кем выступает, Сами поймем. И музыканты сами будут объявлять друг друга. Это будет очень здорово. Будет такая теплая атмосфера. Все получится как бы неофициально. А то мы какие-то все во врагах тут. Все сделаем. Вышел. Встал перед микрофоном и понял, Что звукосочетание Мстислав Эстера. Ему не по силам. Он задумался на какое-то время. Как ему казалось, очень короткое. Пошло несколько минут, пока он нашел выход. Со стороны этого видела так. Человек простоял минуты три. Иначе глядя в зал. Он набрал бы для тебя. И сказал. Антракт. Это, собственно, все, что я хотел произнести. Перерыв на минут 15-20. Спасибо. 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 Спасибо.